Приветствую вас! Вы задавали свой вопрос в эзотерике первой, и там вы просили сделать вам прогноз, говоря о том, что сами себе вы ставите их. Я вам это говорю потому, что в эзотерике вы свой вопрос задали очень кратко, и в психологии, в разделе психологии, вы также задаете свой вопрос кратко. Но психология, в отличие от эзотерики, это наука. И как любая наука, она требует информации для анализа, чтобы вам можно было помочь. И поэтому то, что я вам скажу, будет в достаточной степени общим материалом. А за более конкретным, который мог бы помочь лично вам, за личными, конкретными, подходящими только вам рекомендациями, желательно обратиться все-таки либо лично, либо дополнить свой вопрос более такой обширной информацией о себе и о природе вашей проблемы. Например, как долго она у вас имеется, с каких пор она у вас появилась, насколько мечтает она вам жить, и как сильно вы хотите от нее избавиться. Также не личным будет обрисовать ваш образ жизни, модель поведения, социальный, трудовой и личностный статус, ну и так далее. Но это все на случай, если вы пожелаете действительно более подробно разобрать свой вопрос. А пока, давайте попробуем дать какие-то общие вам рекомендации. Во-первых, сначала скажем следующее, что ваш вопрос в корне неверно задан. Контролировать прокрастинацию нельзя, потому что сам этот симптом является негативным, и его необходимо нейтрализовать. То есть, если вы контролируете прокрастинацию, тогда означает, что ее у вас нет, и вы просто занимаетесь деятельностью так и столько, сколько вы того хотите, и сколько вы в этом нуждают. Для начала, давайте определим так. Откладывание дел на самый последний момент, это модель поведения, которая формировалась у вас не сегодня и не вчера. И дальше, скорее всего, не год назад. Эта особенность вашего поведения была с вами достаточно давно, по моему мнению. И очень важно разобрать с вами вот непосредственно ту среду, те обстоятельства, которые повлияли на появление у вас такой модели поведения. Какие аспекты вашей жизни, какие ситуации, перечискивания, эмоции, чувства, может быть, аффективные состояния, повлияли на вас таким образом, что вы стали откладывать свои дела в большей степени на поток. Второе. Несмотря на то, что вы сами своим состоянием определенно недовольны, это, я надеюсь, совершенно очевидно, тем не менее, вы в нем. И раз вы в нем, значит, скорее всего, чем-то оно вам нравится, что-то оно вам дает. И перед тем, как говорить о том, как контролировать прокрастинацию и, соответственно, от нее избавиться, необходимо поговорить о том, что дает вам она, какие цели помогает она вам достичь, что вы благодаря ей получаете. Бывает, например, например, так, что человек благодаря обкладыванию выкраивает для себя свободное время. Бывает так, что человек благодаря обкладыванию чувствует себя может быть более свободным, более там самостоятельным и так далее. Но это просто как один из вариантов того, что может давать данное состояние. У вас, естественно, могут быть свои варианты. И их нужно разбирать. безусловно. Теперь по поводу того, собственно, что нужно делать, чтобы получить власть над этим состоянием. Во-первых, условно говоря, подход к контролю можно разделить на две основные части. Первая часть включает в себя, я бы сказал, волевую сферу. Это сфера так называемой волевой регуляции. Вторая часть включает в себя сферу мотивационную. И мотивационная сфера, являясь более простой для понимания, будет первой, о чем я вам скажу. Сфера мотивации включает в себя предание большего количества смыслов того, что вы делаете. Ну, то есть, если взять за некую основу те виды деятельности, которые вы осуществляете и которые вы откладываете на потом, если взять все виды этой деятельности, то вы откладываете, потому что чисто теоретически можете это сделать. То есть, у вас есть некий свой смысл. Смысл в том, чтобы отложить. соответственно, если вы понимаете, что откладывать нельзя, но при этом умом вы отдаете себе отсчет в том, что, например, откладывать там, может быть, нельзя, но если вы отложите, то вы справитесь. вы справитесь с задачей, выполните ее, например, в срок. Ну, допустим, в срок. И, соответственно, начинается процесс откладывания. Соответственно, вам нужно подумать над тем, что может дать вам выполнение того, что нужно, делать срок. То есть, вот, самостоятельно, да, постараться как можно больше, как можно большее смыслов отыскать для того, чтобы делать все вовремя. это, я надеюсь, вам понятно. Это первый и важный момент. Второй момент касается волевой регуляции. Если помните, мы об этом уже сказали в самом начале, что у нас будет два таких момента. И момент с волевой регуляцией это момент, заключающий в себя два основных элемента. Первый элемент это удержание во внимании того, что нужно вам делать. То есть, внимание человека представляет собой некую такую сферу, некий такой круг, в центре которого можно назвать точку, которая является фокусом внимания. И фокус внимания это то, по сути дела, это то, что вам необходимо научиться контролировать. вот отвечая на ваш вопрос о том, как контролировать прокрастинацию, и можно сказать, что для ее контроля нужно контролировать свое внимание. Если вы будете контролировать свое внимание, то будете контролировать и ее тоже. теперь вопрос, как это сделать? Как научиться контролировать? Вообще говоря, на первый взгляд, кажется, что удержать во внимании какой-то некий объект, например, достаточно легко. Но если рассмотреть этот процесс более близко, то окажется, что не так-то и легко удерживать во внимании то, что нужно. И поэтому необходимо учиться. Того, чтобы научиться удерживать во внимании объекты, то есть по сути не позволять себя отвлекать от прокрастинации, это именно отвлечение от основного вида деятельности. Так вот, чтобы научиться контролировать свое внимание, необходимо сделать следующее. Во-первых, во-первых, необходимо освоить некое упражнение. Оно несложное, но требует достаточно терпения, я бы сказал, и усидчивости. Возьмите листок бумаги и постарайтесь глядя на него, думайте только о нем, ни о чем больше, только о листке бумаги. Если вы сможете это сделать, вот в течение там двух, трех минут вы это сделаете, а потом скорее всего вам уже будет тяжело это делать. Так вот, как бы трудность в данном случае, вообще говоря, нормально. То есть трудность это естественный процесс здесь, и вам нужно постараться удерживать внимание на листке бумаги, например, в течение хотя бы десяти-пятнадцати минут, для того, чтобы был какой-то прогресс. Когда научились это делать, желательно, чтобы вы перешли на более сложный предмет, например, это будет, скажем, токан воды, или может быть что-то еще, что вам покажется подходящее. А предмет вы можете выбрать в принципе сами. Когда и если вы это сделаете, выберете, значит, научитесь, натренируетесь делать так, подойдет время для следующего элемента. Это элемент внешнего контекста. внешних факторов. Благодаря вниманию, которое вы натренировали, вам уже будет легче удерживать в его центре то, что нужно делать. Но все равно по-прежнему вы либо будете испытывать тягу к тому, чтобы отложить то, что нужно сделать. Либо все равно будете откладывать, потому что у вас есть привычка. Вы привыкли откладывать. И так просто эта привычка, к сожалению, от вас все уйдет. И чтобы ее нейтрализовать как можно быстрее, необходимо вам действовать именно так, призывая на помощь различные внешние факторы. Ну, например, пусть эти факторы будут скажем в виде музыки, в виде какого-то звука, в виде каких-то вещей, каких-то предметов, каких-то действий. Например, если вам нужно заниматься какой-то работой, обязательно попробуйте включить какую-либо песню или трек или что-нибудь еще, чтобы вам было легче. И когда по истечении двух-трех раз вы это сделаете, включая этот трек, включая или завершая какое-то действие, вы будете испытывать потребность в том, чтобы начинать делать то, что нужно от вас. и вот понимаете, что в итоге мы получаем. В итоге мы получаем, что у вас есть мотивационная сфера, которую вы, я надеюсь, проработаете, определите для себя, сделайте ее осяжаемой, хорошо ощущаемой для вас и так далее, чтобы она помогала вам понимать значение того, что вам нужно делать. волевая регуляция, тренировка своего внимания поможет вам реализовывать на техническом уровне то, что от вас требуется, то есть это отсутствие отвлечения, отсутствие отвлекающих факторов у вас и наконец привлечение внешних факторов позволит вам облегчить свою задачу. Таким образом, используя все эти элементы у вас появится реальный шанс избавиться от прокрастинации. Или, по крайней мере, снизить ее так, чтобы она вам не мешала. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в девлячков. Помогу, если вам понравился мой ответ. Тут благодарен, если сделает его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. удачи.